Поэтому иногда нам кажется, что мы уже все это знаем. Но знание должно подкрепляться навыкам. И когда человек сталкивается с чем-то новым, как правило, у него реакция – это отторжение. Поэтому ничего нет плохого в том, что у вас какая-то реакция эмоциональная при узнавании чего-то нового. Главное – идти вперед. Это немного обо мне, кто не знает. Тут не написано, что я работал также тренером по боксу на Украине. Сейчас я защищаюсь в Руговке и там же работаю. Те, кто хотят, могут потом подойти. Я вот скину этот фильм и презентацию на флешку, чтобы дадить какой-то наноситель. Ну, вкратце сказать так. Спортсмена готовит тренер, а тренера готовит кто? Кто? Нет. Спортсмена. А на переподготовку вы ездите? Нас так вынимает много лет. А информация сейчас, я когда учился в школе сам, информация удваивалась каждые где-то 10-12 лет. Сейчас информация удваивается через каждые два с половиной года. То есть, прошло два с половиной года, информация полностью изменилась. И если ничего не изучать, нового не смотреть, то мы просто отстаем. Каждые два года мы отстаем. Поэтому необходимо обучаться. О чем я хочу рассказать? О том, что воздействуя на что-либо, вы должны понимать объект, на то, что вы воздействуете. То есть, если мы с вами берем авторучку, то мы должны понимать, что там есть стержень, что есть кнопка, на которую нужно нажать. То есть, мы должны понимать, как устроен тот объект, на который мы воздействуем. Тело спортсмена. Все мы видим его, понимаем, что это тело, знаем, что там есть кости, мышцы, сердечно-сосудистые системы и т.д. Но еще есть такое понятие, как мозг, который состоит из нейронных связей. Вы смотрели в первом фильме, насколько важно формировать нейронные связи. В отдельных каких-то беседах, уже с кем-то из тренеров я разговаривал на тему о формировании устойчивых нейронных связей. То есть, есть кратковременные нейронные связи, есть устойчивые нейронные связи. Нам нужно формировать устойчивые нейронные связи. Есть такое еще понятие, как психика. До сих пор в науке психологической непонятно, что это такое, где это находится и как это вообще работает. Есть только предположения. Но мы с вами должны придерживаться очень простой точки зрения, что у психики есть память. Память состоит из образов. Образы могут быть отрицательными либо положительными. То есть, если ребенок схватился за горячую сковородку, то это у нас будет отрицательный образ. Если ребенку дали конфетку, это положительный образ. То есть, условно, память разделяем на две части, положительные и отрицательные образы. Если мы говорим о боксе, то у боксера все образы, связанные с его деятельностью спортивной, должны быть в плюсе. Если что-либо будет в минусе, то человек не хочет это выполнять. Ну, условно, если собака сейчас сюда забежит, да, я возьму там кед какой-то черный и у нее брошу. Через полчаса она опять забегает, я тянусь за кедом. Что будет? Она убегает тут же. Почему? Потому что у нее остался след в нейронных связях о том, что вот этот башмак причиняет боль. Поэтому каждый раз, когда я буду тянуться за башмаком, у нее там срабатывают нейроны, она убегает. Если у спортсмена есть отрицательные образы на тренировку, либо там на мешки, да, либо там еще на что-то, он начинает на бессознательном уровне это избегать. Следовательно, процесс тренировки затягивается, и то, что он должен был усвоить там за определенное время, это растягивается на долгие там дни и месяцы. Относительно вот этой памяти есть такая точка зрения, что мы можем вспомнить информацию только 3% из той, что у нас вообще с нами было. То есть на самом деле мы на 97% вообще не осознаем, что происходит в нашей психике. То есть мы не помним те сковородки, о которых мы обжигались, мы не помним тех собак, которые нас кусали и так далее, подобное. Но память наша это хранит. И поэтому, когда мы диагностируем спортсмена и просим его вспомнить, либо называть части тела, он называет их, то переломанная там 5 лет или 10 лет нога назад, когда он был еще ребенком, она до сих пор в ноге у него срабатывает, эти нейронные связи срабатывают, и мы на приборе фиксируем, что у него в этом участке ноги есть психосоматика, либо какое-то беспокойство. А следовательно, на бессознательном уровне он постоянно боится эту ногу травмировать. А отсюда получается, что у него передвижение на ногах падает на процентов 15-20. Я потом покажу вам результаты диагностики и можем об этом тоже поговорить. Ну вот, как пример диагностики, все, что в красной линии, это показания на приборе. То, что синяя линия, это его сознательная оценка. Чем ближе в серую, в черную такую область, в зону, тем, значит, хуже. И смотрим, будущие соревнования в минусе, то есть нейронные, да, мозг сигнализирует, мне будущие соревнования не надо. Мозг говорит, предыдущие соревнования вообще вот где были. Разбор соревнований не надо. Разминка не надо. Бой с тенью не надо. Мешок плохо. Четвертый раунд плохо. Взвешивание жеребевка тоже плохо. То есть мозг сигнализирует, что это не надо. Каждый раз, когда он встречается именно с этими факторами, у него понижается его ресурс. Двигательный, психоэмоциональный. Смотрим, как он оценивает. Он говорит, что у него будущее соревнование он готов. Взвешивание его не беспокоит. Четвертый раунд, он молодец. Это о чем говорит? Человек неадекватен. То есть спортсмен неадекватен в оценке ситуации. Что такое неадекватность? Это, ну не знаю, я еду на машине, у меня там колесо спустило, и я не осознаю, что колесо спущено. И чем закончится? Закончится авария. Поэтому очень важно, чтобы спортсмен был адекватен. И вот мы продиагностировали уже практически всю сборную. И очень интересно видеть, как у кого-то эта адекватность присутствует. И чем лучше спортсмен выигрывает на соревнованиях, тем он больше адекватнее. Дальше есть такое понятие, как личность. Где она находится и из чего состоится, уже мало известно. Но, по крайней мере, личность обладает целями. Личность способна выносить суждения. То есть личность может говорить, это хорошо, это плохо. То есть как только вы говорите с кем-то, вы говорите с личностью. Вы не говорите с психикой, не с телом, вы говорите с личностью. И вы тренируете тоже личность. Если подводить такую итоговую картиночку делать, то спортсмен состоит из трех частей. Тело, и там самое основное, это головной мозг и нейронные связи. Это память. У спортсмена должна быть деятельность его в плюсе. И это личность. И у личности должна быть цель четкая. Потому что когда мы спрашиваем у спортсмена, какая твоя цель, ответ приблизительно будет такой. Ну, что-нибудь занять в боксе там. Это цель? Либо как-нибудь достичь больших результатов. Это цель? Нет, это не цель. А также должны быть суждения положительные о тренировочной соревновательной деятельности. Если дать определение, что такое спортсмен, это личность, обладающая целью стать чемпионом олимпийских игр, имеющая позитивные убеждения и установки относительно тренировочной соревновательной деятельности, содержащие образы плюс тренировочной соревновательной деятельности в отделе памяти, имеющие в головном мозге устойчивые нейронные связи, помогающие выполнять сложные двигательные действия, а также обладающие специальным тренированным телом. Вот это и есть спортсмен. Если мы говорим о тренировочном процессе, то тренировочный процесс должен состоять из методов воздействия на каждый этот отдельный элемент. То есть на тело, на формирование нейронных связей устойчивых, на формирование позитивных образов, а также на формирование позитивных установок. Если мы говорим о методах, то нам нужны объективные средства контроля. Если вы воздействуете, нам нужно как-то же градусник какой-то замерить, а вы правильно воздействуете, а вы добиваетесь того результата, который есть. Поэтому объективные методы контроля тела – это медицина. Кровь взять на анализ, сердце проверить и так далее. Если мы говорим о мозге, то это нейрофизиологи. Если мы говорим о памяти, то это психологи. Если мы говорим о личности установки, то это тоже психологи. Тренер формирует в этом рисунке все. Он здесь везде участвует. Он участвует в формировании нейронных связей, он участвует в формировании образов, он участвует в формировании убеждений и установок. Это такое очень простое определение творчества. Почему нам творчество нужно? Потому что вам нужно постоянно придумывать какие-то новые методы, способы индивидуального подхода к спортсмену. Сегодня в одном состоянии, завтра в другом состоянии, и нужно что-то придумать. Образы и понятия. Мы часто говорим слова, а что за этими словами, как правило, мало кто разбирается. Американцы проводили исследования и у себя в университетах опрашивали преподавателей, знают ли они те термины, которыми пользуются. Так вот, выявлено было, что процентов 80 преподавателей не знают то, о чем они говорят. То есть, они не понимают, что за этим стоит, понимаете. Не понимают люди. Здесь я как пример привел тренера по боксу и вот такую женщину. И есть слово бокс. Тренер по боксу четко увидит, какой образ. На ринге ребята, экипировка их. А женщина что увидит? Драку. То есть, мужики дерутся. Если мы с вами переходим к детям, то на стимул, на слово бокс, у них должно быть образ четкий. Кто из них станет боксером? Ну, наверное, тот, у которого точный образ. Какие вообще бывают образы? Отсутствие образа. То есть, человеку говорят, что такое мастихин? Он говорит, не знаю. Ему говорят, что такое мастихин? Он говорит, ну, это лопата. Это ложный. Что такое мастихин? Он говорит, ну, наверное, это штукатурить, да, вот такая вот лопаточка. Мастерок, да. Это неполный. Это правильно, но неполный. Мастихин – это маленький мастерок, при помощи которого художники размазывают на картинах масляную краску. То есть, мы говорим слова, за этими словами может быть вообще ноль. Человек ничего не представляет. Ложный образ, неполный образ и правильный образ. Наша задача – это формирование правильного образа. Потому что вот из предыдущего фильма вы видели, сначала мы формируем в разуме понятие, чтобы спортсмен понял, как это делать. А потом только он это выполнит. Итак, методы. Первый метод – это метод проб и ошибок. Очень часто мы боимся, чтобы спортсмен совершал неправильные действия. Мы ему постоянно говорим, как правильно нужно делать. Но когда мы говорим о правильных действиях, мы формируем только одну нейронную связь. А когда вы сознательно просите его сделать неправильно, оно сделало неправильно вот это, оно сделало еще раз это неправильно, а придумал еще один способ неправильно, вы формируете еще дополнительные нейронные связи. Теперь вы сформировали эти нейронные связи у него И спортсмен четко отметил Вот это правильное действие Теперь его мозг будет правильные действия выполнять И не выполнит случайно неправильные Потому что у него в мозге это прописано То есть правильные и неправильные действия Помогают формировать устойчивые нейронные связи Все, после этого спортсмен делает правильно Выводы. Спортсмену нужно позволять делать правильные и неправильные действия Специально создавать ситуацию, где он сможет делать правильные и неправильные действия Поощрять спортсмену самому, находить и проводить правильные и неправильные действия И последний пункт. Позволять тренеру делать правильные и неправильные действия самому себе То есть не бояться совершать ошибки А лучше всего делать эти ошибки осознанно Продолжение следует...